Братья-месяцы По народному месяцу слову – весенний солнцеворот, вербоносица. Праздник посвящен равной продолжительности дня и ночи. Название вербоносица он получил за то, что к этой дате обычно распускается верба. Растению приписывали магическую силу. Даты, связанные с солнечным циклом, у многих народов отмечались как праздничные. Не стал исключением и день весеннего равноденствия. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна. На весенний солнцеворот выпекают из теста фигурки в виде птиц. Говорят, что если их подкидывать вверх, а затем ловить, то это привлечет в жизнь счастье, достаток, здоровье и благополучие. На Руси отмечали, что на весенний солнцеворот прилетают жаворонки, принося с собой тепло. Ждали этого дня люди. Придет солнышко и к нашим окошечкам, говорили они. В это время распространено гадание с использованием печенья в виде жаворонка. При его выпекании в тесто добавляют разные мелкие предметы с обязательным пояснением, что они означают. Затем выбирается готовое печенье и приоткрывается завеса ближайшего будущего. В давние времена существовала традиция в этот день раскрашивать яйца, наносить на них специальные знаки, которые олицетворяют землю, солнце, плодородие и новую жизнь. С помощью таких яиц предки изготавливали защитные обереги и талисманы. На весеннее равноденствие отмечали, время вербе осеребрится. Ее ветки приносили в дом. Считалось, что верба изгоняет из дома всякую тяжесть, бытовые неполадки, ссоры, болезни. В то же время с этим деревом связаны и весьма неприятные суеверия. Говорили, например, кто вербу посадит, сам на себя заступ готовит. Это означало, что человек может умереть, когда из дерева можно будет вытесать лопату. Впрочем, это поверье не мешало использовать вербу в лечебных целях. До цветения крестьяне заготавливали кору и сушили ее на чердаках с хорошей вентиляцией. Позже из нее готовили чай с добавлением аниса, липового цвета и малины. Отваром коры полоскали рот при стоматите и горло при ангине. Порошок из нее часто использовали как кровоостанавливающее средство. Также отвар коры ивы, верба является разновидностью ивы, и коры дуба добавляли в ванну от болей в ногах. Освещенные веточки молодой вербы считались прекрасным оберегом от стихийных бедствий, болезней и нечистой силы. Чтобы очистить жилища от зловредных духов, в некоторых областях России полы весной подметали вербным веником. Собранный таким образом мусор потом нужно было сжечь в печи или в костре. В этот день примечали. Если туман, значит будут заморозки. Облака плывут по небу быстро и высоко. Погода будет доброй. Какая погода стоит весь день, такими будут и три летних месяца. Если с южной стороны много птичьих гнезд, значит лето будет холодным. И добавляли. Если отхлестать вербой больного, то он выздоровеет, а здоровый болеть не будет. По одному из календарей у славян новолетия. Яры годы. Это день прославления Тресветлого Солнца и подготовки к Великой Дню Дожбожьему, 24 марта. Проводятся волховские обряды и ритуалы для того, чтобы своим духом соединиться с Новым Солнцем и вместе с ним перейти в новое лето, как время года. Поэтому праздник и называется новолетие, начало нового лета, нового тепла, и его не следует путать с Новым Годом. В этот день немало внимания уделяют Иве. Дерево это испокон веков уважает наш народ. Она извещает приход весны. Утверждают, и не без основания, что ива воплощает в себе большую силу жизни. Ветер ивовую веточку отломал. Веточка гонится ветром, заплакала за жизнью. Отломанным концом к сырой земле припала. И матушка земля ей жизнь спасла. Ивовая ветвь пустила корень. Из веточки выросла большая ива. И люди всегда очарованы этим пробуждением жизни. Это дерево имеет незаурядную магическую силу. Освещенные веточки затыкают в хлевах и конюшнях, чтобы нечистое не правило. Выгоняя впервые коров на пастбище, их обязательно благословляют свеченной ивой, чтобы животного не теряли табуны и стада, и всякая нечисть не цеплялась. Кстати, ива – священное дерево чертога бусла, который находится под покровительством бога рода. С ивой связана цикличность и ритм происходящих земных процессов. Ива – дерево женского начала, и ее энергия дает удивительную силу женщинам. Она связана с луной всеми посвященными земле и воде обрядами, которые исполняют женщины. Также издревле на Руси прутьями из ивы вгоняли через седалищное место отрокам неразумным – мудрость, которая не воспринималась через уши, что способствовало правильному возрождению духа. И вообще, ива – одно из любимых дерев славян. Неспроста же они и говорили в народе – ивушка зеленая, над водой склоненная. Ласково и нежно, как к живой душе, обращались к ней в наших песнях и сказках. Необходимо напомнить, по одному из календарей у славян в ближайший четверг, перед Великоднем Дашбожьим, что отмечается 24 марта, наступает Навий Великдень. На славление в этот день поминают предков, убирают их могилы, украшают цветами и венками. После славления люди, придя домой, готовят ужин на богатой кутье – ужин с предками, где обязательно должна быть кутья с медом. Этот день еще называют «чистым четвергом», потому что до восхода солнца необходимо искупаться. С днем весеннего равноденствия вас, славяне! Предкам нашим многомудрым – слава! Братья-месяцы Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok